Всем здравствуйте, это Политека Онлайн, я Александр Шелест, и израильский военный историк, военный эксперт, человек с большим опытом, в том числе и парамедицины, Григорий Тамар вместе с нами на связи. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Прошу прощения, только моя фамилия Тамар, я офицер подставки армии обороны Израиля. Все, так звучит даже лучше. И, конечно же, Григорий Тамар, наш эксперт, он на канале у нас впервые, но мы наслышаны о экспертности с точки зрения проведения боевых действий и не могли позвать, чтобы некоторые комментарии получить в российско-украинской войне. И в ходе событий вокруг нее именно у Григория. Поэтому, Григорий, первый вопрос, это, наверное, очень главный вопрос. Российские войска до 24 февраля и после 24 февраля, как у эксперта, какие у вас мысли о российской армии, силе и мощи, что ли? Ну, я вам скажу откровенно, у меня действия российских войск вызвали шок. То есть я не предполагал, и я не единственный, так сказать, у меня есть очень большое количество коллег, которые поддерживают мое мнение. Мы не предполагали, что уровень тактической подготовки российских войск окажется настолько низким. Но когда я стал анализировать, а что же, собственно, произошло, почему так получилось, то я понял, что на самом деле российская, советская армия не вела подобных наступательных операций, ну, наверное, с 68-го года чехословацких событий. Там не велись боевые действия, но там были передвижения очень больших масс войск. Ни в Афганистане, ни в Чечне не вводились такие мощные группировки единовременно, не осуществлялась координация между таким количеством подразделений с точки зрения их численности. И вот этот момент, мне кажется, российская сторона недооценила, потому что боевой опыт-то у них имелся достаточно серьезный. Но чтобы вводилось одновременно порядка двухсот тысяч человек для того, чтобы вести боевые действия, такого не было, насколько я помню, в 68-го года. Скажите, а удары по мирным? Ну, понятно, что хочется мне, как гражданскому человеку, спросить у вас военного, что там мародерство, изнасилование. Я этого так комплексно спрошу по ударам по мирным людям, которые политически и изначально и продолжают это заявлять в Кремле, что, мол, мирные никто не страдает, что это все фейки и провокация. Как вы оцениваете, как профессионал, зачем и что происходит с российской армией с точки зрения вообще понятия, да, вот русский офицер или там русский солдат? Вы знаете, ужас этой ситуации в том, что те люди, которые находятся во главе политического руководства Российской Федерации, там нет ни одного человека, который бы имел личный боевой опыт. Поэтому люди не понимают, я настаиваю на это утверждение, люди не понимают, что такое полномасштабная война. Вот был такой человек Леонид Ильич Брежнев когда-то, небольшого ума человек был, на мой взгляд, но он совершенно справедливо заработал Нобелевскую премию мира за разоружение, за разряд. Потому что он когда-то прошел войну, посмотрел, что это такое, и пока он был в своем уме, в здравом, он сделал все, чтобы большой войны не было. Потому что он помнил, что такое война. А там сидят люди, которые не понимают, что такое война. А война, даже когда стараются, даже подчеркиваю, когда есть старание сократить жертвы среди мирного населения, это далеко не всегда возможно. А уж когда об этом на самом деле никто не задумывается, то такие жертвы, они, в общем, становятся основными человеческими потерями вот этой войны. И главная-то проблема не в том, что сейчас уже есть жертвы, это понятно, что есть, а то, что война, в принципе, начата была. Потому что когда начали войну, стало понятно, жертвы будут, их будет много. А все, что касается вот этих вот нюансов, которые вы сейчас упомянули, касающиеся изнасилований, грабежей, мародерства. Ну, я даже, вы знаете, не хочу застарять эфир, давая оценку этим действиям. Это ужасно, недопустимо, это мерзость. Я не знаю, меня там не было, я не знаю, в каком объеме, кто, где, кого там грабил, насиловал, убивал. Но кто бы это ни был, это люди, которые, это должно быть следственными мероприятиями проведены, международными независимыми структурами, заслуживающими доверия, которые должны пальцем ктнуть в виновных. И эти виновные должны быть наказаны любыми возможными способами в рамках правового поля. Да, отличная позиция. Я, в принципе, с ней солидарен. Но только понимайте, Григорий, что Россия, видите, как плюет на все заключения и все судовые какие-то решения и всяческие, скажем так, понятия международного права. И не факт, что если какой-то приговор где-то когда-то и будет, ну вот такой окончательный бесповоротный, что он будет именно конкретно касаться тех людей. Я в корне с вами не согласен, в корне не согласен с вами. Я считаю, что вы абсолютно неправы. Я сейчас приведу вам пример, и вы поймете, что я имею в виду. Я ни в коем случае не хочу проводить параллели, упаси Господи, между своими израильскими коллегами и теми людьми, кто грабил, насиловал и убивал мирное население, кто бы ни был те люди, да, кто бы ни были те люди. В израильской армии, если подобные инциденты имеют место, они, так сказать, случаются в гомеопатических масштабах, я медицинский термин здесь использую, то есть микроскопических. Да, но если такое происходит, это, естественно, расследуется, виновные наказываются. Но, тем не менее, у нашей страны есть много политических противников на международной арене, и периодически против тех или иных военнослужащих, офицеров израильской армии подаются те или иные иски международной судебной инстанции. И израильское правительство совершенно серьезно предпринимает целенаправленные и последовательные юридические усилия для того, чтобы защитить своих военнослужащих от преследований. Если у нас, в Израиле, при том, что такие действия происходят в микроскопических масштабах по сравнению с тем, что сейчас происходит в Украине, вкладываются государственные ресурсы в защиту своих военнослужащих, потому что в этом есть необходимость, иначе их просто посадят на каком-то этапе. Человек пойдет в Турцию, и его арестуют агенты Интерпола, например. Или что-то другое произойдет с его банковскими счетами и так далее. Я вам привел просто примеры жизни, не надо далеко ходить. Поэтому, конечно, такие следственные мероприятия должны проводиться независимыми, авторитетными, международными структурами, имеющими репутацию. И, конечно, виновные должны быть. И сегодня, поверьте, это абсолютно несложно. Номера частей, командиры подразделений, воинские звания. Сегодня, знаете, ну вот просто по мобильным телефонам отследить, кто где когда был и кто с кем во сколько говорит. Просто это азбука следственных действий. Да, Григорий, я бы хотел, ну вот давайте, ну это отдельная даже тема для разговора, но вот давайте все-таки масштабируемся на сценарии и характер ведения России вот этой войны. Нас сейчас, ну не то чтобы пугают, но как бы сообщают о том, что Герасимов на кон поставил свою должность за условную победу в Донбассском театре боевых действий, военном театре. И какие-то уссурийские части, сто тысяч, вот они едут, вот когда они доедут. И сценарий расписывается многими, в том числе и западными аналитиками, что сначала, по идее, должен пасть Донбасс, далее юг, ну а потом удар по Киеву. Это вот одна версия. Вторая, это вот когда будет по-настоящему горячо на Донбассе, включится Лукашенко с севера, и чтобы, ну как бы оттянуть определенные, скажем так, силы, и чтобы разорвать Украину на две и то и более частей. С точки зрения стратегии, какой вариант по состоянию на сегодня, и по информированности вашей, что происходит в Украине, вы рассматриваете как более вероятный? У меня есть для вас очень плохая новость. Заключается она в том, что в Каире, в городе Каир, в столице Египта, есть музей, посвященный победе египетской армии над Израильской в войну судного дня в 1973 году. Хотя любой военноисторик знает, что египетская армия потерпела в 1973 году поражение. Хотя были отдельные успехи в начальном Италии. Почему я сейчас вам помянул об этом? Потому что то, что на самом деле произойдет на фронте, не будет иметь никакого отношения к тому, что будет средством массовой информации в Российской Федерации, рассказанном населению Российской Федерации. Это будут две отдельные сказки. Это первое. Теперь по существу. Когда началась война, российской стороне удалось добиться очень высокой степени тактической внезапности. Ваша армия была абсолютно тактически не готова к тому, чтобы начинать войну. И у российской стороны были на руках все козыри, при том, что они имели господство в воздухе и существенное превосходство в тяжелом вооружении сухопутных войсках. Имея на руках эти козыри плюс тактическую внезапность, они не смогли монетизировать эти свои плюсы, бонусы в серьезный тактический и стратегический дальнейшем успехе. Если это не произошло тогда, 24-25 числа, когда у них была возможность достать вас врасплох, они вас достали врасплох, то, конечно, это не произойдет сейчас. Это глупость. И когда началась война, я не верил, что она начнется, я вам честно скажу, для меня это было абсолютное потрясение, я считал, что этого не произойдет. Но я как бы верил в здравый смысл просто, который, к сожалению, изменил нашей истории человеческой 24-го числа. Так вот, когда все-таки война началась, я сказал своим украинским коллегам, я говорю, ребят, если вы продержитесь две недели, то вы в этой войне победите. Они говорят, а почему две недели, почему не три, почему не неделю? Я говорю, ну, потому что азбука тактики говорит о том, что подразделение в состоянии вести непрерывные боевые действия в течение двух недель. Потом оно должно отхватиться на отдых, пополнение, переформирование, зависимость потерь и так далее. И по тем, ну, у меня нету секретной информации, я черпаю информацию из отсутствия источника и из разговора с своими коллегами, украинскими, российскими, с кем я в личных отношениях хожусь. Так вот, понятно было из британских, из американских источников, что второго эшелона нет. И когда стало понятно, что второго эшелона нет, что вот этих вот людей поменять некем, то стало понятно, что если дело не закончится в течение двух недель, то значит украинская сторона сможет отбиться. Вы отбились. Дальше будет следующее. Обе стороны будут накапливать силы для того, чтобы постараться переломить ситуацию в свою сторону. В сегодняшний день я не верю, ну, вот под тем, опять же, по той информации, которая из источника поступает, я не верю, что россиянам это удастся сделать где-нибудь, кроме Мариуполя. Мариуполь – это ваше слабое звено. Вот там они могут победить, у них есть для этого возможность оперативной. Что касается прорыва фронта в районе, там, зоны АТО, в районе Харькова, в районе Киева, если это не произошло 25-го числа, ну, сегодня это не произойдет. Это не говорит о том, что вы можете лечь на печку и спать, и пить вашу прекрасную горилку. Это не об этом разговор, да? Но вы же тоже готовитесь. Вы наращиваете, подтягиваете резервы, вы получаете помощь со стороны определенных стран. К вам поступают интересные очень виды вооружений, как барражирующие боеприпасы, например, да? Вот, то есть вы тоже не сидите. Вот обе стороны накапливают ресурсы, и дальше будет попытка изменить ситуацию на фронте, я думаю, с обеих сторон. И где, мне кажется, вот больше всего перспектив в действительности у россиян добиться успеха – это Мариуполь. Удастся ли вам его деблокировать? Я не знаю, потому что там очень сложно подтягивать туда какие-то силы. Насколько я понимаю, топографию местности, там равнина, там степь, и километров 200-150 примерно от ваших позиций совершить бросок без того, чтобы иметь господство в воздухе, там довольно сложно, вас накроют с воздуха, это все очень непросто. И вот это ваше слабое звено. Теперь на вашем месте я бы постарался разменять ситуацию. То есть, что здесь разменять? Где-нибудь добиться серьезного успеха на другом участке фронта – это вам ведь негде. Надо выбрать удобное оперативное направление, где можно сконцентрировать резервы, добиться внезапности тактической, то есть сделать это тайно. Я думаю, что вряд ли у вас есть опыт введения в бой одновременно крупных масс танков, скорее всего, вы это делать не умеете. Но у вас есть очень хорошая пехота, я это вижу по результатам, которая может быть насыщена тяжелым стрелковым вооружением и средствами противотанковой борьбы. И нейтрализовав господство в воздухе российской стороны за счет ПВО, вы можете совершить при поддержке артиллерии удачное ночное наступление и попробовать где-то прорвать фронт, взять какие-то части в котел, вот что-то подобное я бы на вашем месте делал. Но это мое скромное личное дело. Ну, смотрите, здесь ведь играет роль отношение политиков, руководителей страны, первых лиц к своей армии. Если условно вспоминать 14-й год, 15-й год, вот эти котлы, в которые попадали украинские тогда военные, добровольческие соединения, которые становились как бы поводом для того, чтобы заключить очень интересное соглашение с точки зрения их выполнения, как Минске, Минск-1, Минск-2, это все было создано на фоне военных каких-то эксцессов, неприятных для Украины, поэтому и неприятных для Украины соглашения. Что вы прогнозируете, возможно, с точки зрения ведения переговоров и вот этот вот шок у многих россиян, кстати, от интервью Пескова западному телеканалу, и вот о том, что, ну, закончится вполне возможно или закончится спецоперация, или мирные переговоры. Что тогда будет в этих мирных переговорах? Ну вот я именно поэтому и сказал, что можно попробовать эту ситуацию разменять. То есть ситуацию в Мариуполе, которая для вас очень сложная. Помимо того, что там умирают люди, невинные, несчастные, каждый день, то есть само по себе ужасно, еще с точки зрения геополитической тоже очень плохо для вас ситуация в Мариуполе. Поэтому я использовал этот термин, разумеется, где добиться успеха и вот, так сказать, нивелировать эту ситуацию сложную в Мариуполе. Теперь, понимаете, в чем дело? Вы говорите политики, вы вспоминаете 14-й год. Вы знаете, я не политик, я в политике не очень хорошо разбираюсь, то есть это не моя дегрогатива, но я, в общем, неплохо разбираюсь в каких-то тактических вопросах. Я помню, что происходило в 14-15 году, тем более, что в 15-м году я имел удовольствие проводить вам тренинг по военно-полевой медицине в городе Кривой Рог, обучать ваших военных медиков премудростям военно-полевой медицины. И я тогда посмотрел на вашу армию, и я был шокирован очень низким уровнем подготовки. То есть это были замечательные ребята, очень мотивированные, очень толковые, с хорошим чувством юмора, что важно. Вот, но воевать они не умеют. За 7 лет вам удалось, невозможно. Очень мало есть примеров в истории воин, когда за 7 лет с нуля была создана боеспособная армия. На сегодняшний день, я отвечаю за свои слова, одна из лучших в мире. Я вам это говорю. Почему я так уверенно произношу эти слова? Потому что армия выполняет боевую задачу в сложных оперативно-тактических условиях. Воюя с превосходящим противником. Когда я говорю «превосходящий противник», я опять же тоже понимаю, что я говорю. Я не имею в виду сейчас цифры численных. Я имею в виду там количество танков, артиллерии, превосходство в воздухе, которое есть у россиян, других, ракетное подавляющее превосходство, ракетных войсках и так далее. Флот, который есть у России, у вас его практически нет. И можно еще много примеров сделать. И тем не менее, ваша армия успешно выполняет боевую задачу, защищает вашу Россию. Действует очень грамотно. Несмотря на определенные проблемы в определенных сферах, именно технических, прошу прощения, умело использует другие свои сильные стороны для того, чтобы вот эти технические дыры затыкать. Плюс вам помогает Запад. Даже та помощь, которая идет, она существенна сегодня. Вот вы сказали это даже. Это важно сейчас. К этому слову я, как журналист, хочу прицепиться и понять. Понятно, что то, что нам говорят, что там поставят. Словакия, С-300, танки из Чехии, американцы, дроны камикадзе. Скажите, а это может реально переломить ход событий и прочее? Да, это может. Это может. И вы знаете, опять же, я был достаточно скептически к этому настроен поначалу. Не потому, что я недооценивал качество и значение этих вооружений, а потому что я недооценивал профессионализм ваших военнослужащих. Считаю, что они не в состоянии быстро овладеть сложной техникой в боевых условиях. А сегодня я вижу по результатам, что ваши военнослужащие, видимо, то есть вас учат этому, вы не сами это, так сказать, придумали, да, то есть есть специалисты, имеющие боевой опыт, которые вас целенаправленно готовят, и вы очень быстро, хорошо учитесь и очень качественно используете эту технику. Техника эта вам дается не потому, что вас кто-то любит на Западе, она дается с единственной целью. В боевых условиях, в уникальных боевых условиях, откатать эту технику, довести ее до ума, то есть это, к несчастью, ваша красивая гостеприимная страна является сейчас очень большим полигоном. Но вас-то не должно волновать. То, что думают в Вашингтоне, в Лондоне, в Берлине, это десятое дело, а вы Родину защитите. А я могу сразу задать вопрос длиною там в лет двадцать, что ли, а не было ли это целью, намеченной еще тогда? Вы знаете, я не верю в сложные схемы, вот в принципе. Я не верю, что можно, понимаете, у нас вот был один такой политик в двадцатом веке, Иосиф Виссарионович Сталин, лучший друг физкультурника, вот он любил многоходовки, они у него получались. Правда, миллионы людей закапывал при этом, но это уже лирика. А я не верю, что можно вот так прогнозировать это все. Я ненавижу теорию конспирации, это люди, которым нечем заняться, они любят гимнастику, я в это не верю. Ну просто хотел бы, потому что в Америке сколько президентов за 20 лет поменялось? А, в России есть, да. Я просто хочу здесь в завершении, ну, потому что я общаюсь с израильским экспертом, задать очень правильно, наверное, с точки зрения военно-политического взаимодействия вопрос. Почему Зеленского, ну, не так приняли, как в других странах в Израиле, с его речью перед, там, условным парламентами, да, разных стран, а вот в Израиле, там, конечно, там получилось, что получилось, комментарии, прессы. В чем заключается вот эта нелюбовь, которая была явной, публичной, публично высказанной? Ну и, ну, это очень интересный, может быть, аспект, который подталкивает на ответ по возможной взаимодействии израильской армии и армии российской, и вопрос Сирии стал между Украиной и Израилем. Как вы оцениваете, вот именно, если из двух частей, да, военно-политическую вот эту вот историю, вот больше с уклоном в военную? Ну, я сразу хочу сказать в самом начале, что я сейчас озвучу исключительно свое личное мнение. Я офицер отставки, в отставке, и я не являюсь там государственным служащим, ни в коем случае сейчас не озвучу позицию государственную. Я не имею ни права, не имею таких намерений. Поэтому я выскажу свою личную позицию. Вы знаете, господин Зеленский, он человек очень талантливый. Все его недооценивали как политика до начала войны. Когда начались боевые действия, этот человек продемонстрировал очень высокое личное мужество, преданность вашему народу, своему народу, да, то есть народу Украины, да, и, в общем, большую находчивость. Не просто так он в КВН играл. То есть человек оказался на своем месте. Я не знаю, много политиков, которые бы настолько эффективно в такой сложной ситуации действовали, не поддались бы панике, там, растерянности и так далее. Но, естественно, человек может и ошибки допускать. Это нормально. Я считаю, что его речь в израильском парламенте была неудачной. Я не знаю, либо это его была ошибка, либо ему так вот посоветовали его советники. Он не на те струнки давил. И он исходил из базовой предпосылки, что сам по себе факт, что он является этническим евреем, дает ему определенный бонус, когда он говорит со своими, так сказать, в кавычках единоверцами вот у нас здесь. При том, что изначально базово определенная степень симпатии, как бы, да, вот, ну, расположенности к нему была. Ну, то есть он зашел, как бы, с козырей. Ему надо было не говорить о том, что дайте нам оружие израильское. Да не нужно ему, не нужно вам израильское оружие, вам другое оружие надо. Ну, не важно, честно, я об этом не знаю. Вам не нужен железный купол. Ну, не нужен он вам, просто другой вид вооружения. Ну, а ему нужно было говорить о том, что то, что у вас сейчас происходит, это бой Давида с Голиафом. Вот об этом ему надо было говорить. И ему надо было базово понимать, что Израиль в этой ситуации в очень сложной позиции находится. Теперь, я вам скажу, что в Израиле говорят на улице. Ну, вот, посмотрите, опять вот сейчас там резолюция ООНа, и Украина нас вот там не поддерживает или там воздержит. Вот мы им там послали, госпиталь послали, там столько-то десятков тонн гуманитарки послали, а они вот... Это все глупости, конечно. Потому что в политике это не так работает. И у каждой своей страны есть свои интересы, и это нормально. И в силу того, что у вас есть гражданское общество, и у нас есть гражданское общество, граждане могут высказывать свои симпатии без связи никак с политиками. Поэтому у нас огромное количество волонтерских организаций собрали очень много гуманитарных грузов, и много поехало к вам волонтеров, потому что люди испытывают искреннюю симпатию к вашей борьбе. Но это позиция частных граждан или организаций общественных к вот этой вот ситуации, которая у вас сложила. Это вопрос человеческих симпатий. А когда мы говорим про политиков, то политик, если он профессионал, он прежде всего должен отстаивать геополитические интересы своего государства. У Израиля они определенные, у вас они определенные, где-то они пересекаются, где-то они не пересекаются, и каждая страна, это нормально, это естественно. Какие-то здесь обиды, разочарование, мы не в детской песочнице. У нас на карте стоит ядерная война. Это серьезное дело. Поэтому я думаю, что как раз таки израильское руководство здесь попробовало правильно себя повести, формально сохранить нейтралитет, для того, чтобы иметь эту вот карту нейтралитета, для того, чтобы начать какие-то попытки к мирным переговорам, чтобы, ну, как бы, политически принудить стороны к мирным переговорам. И израильский премьер-министр был первый политик, который начал патриотичество в этом направлении. Наш премьер. Может быть, у него есть и самые большие шансы для того, чтобы в итоге это закончилось каким-то успехом. Главная здесь проблема в том, что, мне кажется, сегодня, к несчастью для нас всех, российская сторона, она как-то утратила немножечко адекватности. И вот этого осознания, что она терпит, может быть, самое страшное поражение после 41-го года на поле боя, которое ей доводилось терпеть, вот этого осознания еще нет у них. А это то, что, видимо, происходит. Хотя бы по уровню потери. Я благодарю вас за вашу оценку, за ваше мнение. Григорий Тамар, офицер в отставке армии Израиля, был с нами, комментировал ситуацию в Украине. Я благодарю за то, что вы откликнулись и поговорили с нами для того, чтобы наши подписчики услышали и такую точку зрения вокруг всего происходящего. Вас, каждого подписчика, благодарю за лайк и комментарий. Ну и, конечно же, будьте вместе с нами. Маленькое объявление на самом последнем мгновении этого видео. Мы очень благодарны тем людям, которые донатят, открывают описание, смотрят, как помочь, подчисляют какие-то средства. Это свидетельство того, что мы трудимся не зря. Спасибо вам и спасибо за то, что вы настоящее сообщество команды Политека Онлайн, и мы вместе все равно противостоим и будем противостоять дальше. Всем всего хорошего и берегитесь. Субтитры создавал DimaTorzok